2 апреля на базе Центральной библиотеки имени Фазуалиева и города Каспийска прошла встреча с семьями участников СВО. Основная цель которой – это рассказать о возможности заключения социального контракта. В приоритете у нас, конечно, являются семьи участников СВО, многодетные семьи, семьи, в которых имеются дети-инвалиды и сами инвалиды-заявители. Значит, эта программа у нас в Дагестане начала работать с 2021 года. Она очень успешная, уже многие успели воспользоваться этой государственной социальной поддержкой, начать свое дело. У них их бизнес процветает у многих, и это можно посмотреть на нашем телеграм-канале. Есть информация, с кем мы заключаем соцконтракт. Отметим, что имеются четыре направления социального контракта. Самым востребованным из них является преодоление гражданином тяжелой жизненной ситуации. На этот соцконтракт подают больше всего заявлений, но, к сожалению, на город Каспийск очень мало выделено бывает лимитов. В этом году у нас было 27 лимитов, а желающих было около 400. Другое направление – это индивидуальная предпринимательская деятельность. 62 лимита у нас на этот год. Всего лишь на сегодня у нас 25 соцконтрактов заключено. Кроме того, также одним из востребованных направлений соцконтракта является поиск работы. Представители соцзащиты помогают гражданам трудоустроиться, а также предоставляют им финансовую поддержку в виде прожиточного минимума. Отметим, что в мероприятии приняли участие заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов, участник афганских событий Вагеф Хсейханов, начальник УСЗН города Каспийска Джафар Насиров, сотрудники библиотеки и представители благотворительного фонда «Инсан». Или инвалиды первой.